Добрый вечер на телеканале Астана программа Статус Кво и мы ее ведущие Динара Саджан и Оксана Петерс. И сегодня у нас в гостях казах, покоривший Москву, Арман Дультеров. Добрый вечер. Добрый вечер. Арман, я знаю, что вы никогда не жили в Казахстане, вы жили под Оренбургом, но при этом мы очень гордимся вами, потому что вы казах и всегда позиционирую вас как нашего соотечественника. Мы правильно делаем? Конечно, правильно. Когда мной гордятся, конечно, это приятно. И когда я слышу такие приятные слова в свой адрес от своих соотечественников, это приятно вдвойне. Ну вот сколько времени вам понадобилось для того, чтобы покорить Москву? Наверное, в первые годы, когда я только приехал в Москву, а это было в далекие 80-е годы, я закончил 8 классов и со слезами на глазах, мама моя отправила меня, самого младшего сына, в Москву поступать в юридический. И приехав в Москву, увидев размах, масштаб этого города, конечно, для парня-провинциала, родившейся в маленькой деревне, в простой казахской семье, для меня, конечно, это был просто шок. И самая моя первая большая мечта была увидеть Красную площадь и Красную звезду, потому что я в детстве всегда представлял, как я вот хожу по Красной площади. И для парня из деревни, наверное, самый предел мечтания – это приехать в Москву и хотя бы раз увидеть. Я хотел уехать обратно, но, к сожалению, я не знал, с какого вокзала, потому что в Москве 7 вокзалов, и с какого вокзала едут поезда в Оренбург, я не знал. То есть вас родители отправили поступать в юридический вуз или… Техникум. А, в техникум, да. В те времена были техникум. То есть вы один приехали в Москву? Я приехал в Москву с братом, который меня привез. Но у вас там кто-то жил, родственники? Нет, вообще никого. То есть вот действительно вы прям покоряли Москву, скажем, с такого, с подросткового возраста, да? Когда мне брат сказал, у тебя есть выбор, или ты возвращаешься обратно в Оренбург и крутишь коровом хвосты, или остаешься в Москве. Выбор за тобой. Ну, естественно, коровом крутить хвосты мне не особо хотелось. И я остался там, в Москве. Мама моя плакала. Плакал я, потому что мы прощались. Она оставалась дома одна, я уезжал один. И настолько это было… Только сейчас я понимаю, насколько ей было трудно. Если бы она оставила меня рядом с собой только потому, что ей было трудно, и ей хотелось бы не быть одной, то я не знаю, что могло бы в жизни у меня получиться. То есть вы считаете, что мама должна отпускать, да? Мне кажется, мама должна думать не только о себе, но о будущем своего ребенка. Но это же и риск тоже. То есть она отпустила подростка в огромную Москву. Но, слава богу, тогда это был Советский Союз, да? Но вот сейчас, например, это же очень опасно. Мне кажется, и в те времена все было то же самое. А чем времена… Ну, да, сейчас появились границы, да? Что пересечь границу, там, когда мы говорим о казахстанцах, то это граждане другой республики. Но мне кажется, что времена всегда одни и те же. И как и тогда, так и сейчас очень сложно оставить родной дом, приехать в другой город, в другую страну, начинать новую жизнь в новой среде для человека, который жил всегда с папой, с мамой, со своими родственниками. Наверное, это всегда сложно. Поэтому, мне кажется, очень важно не только какое-то внутреннее, наверное, желание ребенка, или как было это у меня, но и поддержка родителей, которые все-таки мама меня настраивала, подбадривала, несмотря на то, что ей было очень сложно. И я за это и очень благодарен. Арман, скажите, а вот как так получилось? Вы приехали в Москву поступать в юридический техникум, да? Да. И проходит определенное время. Сейчас вы уже, можно сказать, в шоу-бизнесе, музыкальный директор Муз-ТВ. Это же две разные отрасли. Ну, наверное, все-таки слово шоу-бизнес, оно такое какое-то ругательное в последнее время. И мне все время, когда я приезжаю куда-то, встречаюсь просто с людьми, с бизнесменами, или вот так вот приезжая на телевизионные фирмы, мне приходится оправдываться. А что плохого в шоу-бизнесе? Да, вот именно, да, что рассказываю о том, что это не очень грязное и не очень плохое дело. Потому что почему-то сложилось такое впечатление у масс, что шоу-бизнес – это что-то грязное, это что-то нечистое. Поэтому я все время, получается, оправдываюсь. Мне не хочется оправдываться. Мне хочется сказать, что все-таки работая в этой профессии, в медиа-бизнесе, в шоу-бизнесе, можно, наверное, работать искренне, честно. И если ты чист внутри, если ты чист, то ты никогда не испачкаешься. Ну, вы знаете порядочных артистов в российском шоу-бизнесе? Конечно. Их массу порядочных людей. Как же вы, наверное, знаете и непорядочных, да? Вообще в любом бизнесе, где есть деньги, где есть люди, это присуще. И просто шоу-бизнес он на виду. Мы видим это с экранов телевизора, слушаем песни. Это интересно обсуждать в компаниях. А что, у Филиппа Киркорова родился ребенок? Почему-то у бизнесмена Пупкина, у которого родился ребенок, никому не интересно. Ну, потому что это публичная профессия. Вот я про что и говорю. Армана, вы не ответили на мой вопрос. Все-таки как вы попали в шоу-бизнес? В шоу-бизнес. Это совершенно случайно произошло. Но, наверное, в жизни не бывает случайности. Значит, такое было предназначение, наверное, у меня. Получилось совершенно случайно. В 90-е годы, когда я приехал из армии в Москву, я с друзьями пошел на рождественские встречи. У нас был выходной день, а в те времена в Москве 10 дней шли рождественские встречи Аллы Борисовны Пугачевой. Билетов, естественно, не было. Попасть мы не могли на концерт. И мои друзья предложили, давайте подойдем к служебному входу. Там они все подъезжают. И, по крайней мере, вблизи мы увидим всех звезд. Это, случайно, не казах вам предложил. Потому что это так по-казахски. Найти выход из ситуации. Да, наверное, казах. Я просто не могу вспомнить точно, кто. Но кто-то из моих друзей. И мы подошли к служебному входу. И тут подъезжает Алла Борисовна, Газманов и так далее. И вдруг подъезжает микроавтобус. В этом микроавтобусе четверо молодых восточных парней, которые выходят из микроавтобуса. А так как это был декабрь месяц, они были без курток, а просто в свитерах и в пиджаках. Ну, они выскакивали из автобуса и сразу проходили в гримерные комнаты здания. И увидев, что выходит четверо молодых людей, я сбрасываю из себя курточку. Почему-то, я не знаю, как-то машинально у меня это произошло. И пристраиваюсь к этим четверым казахам пятым. Естественно, охрана меня принимает за члена группы, которая сейчас заходит в Олимпийские. Я прошел вместе с ними. И вот так вот 10 дней, уже позже, естественно, когда начался концерт, я узнал, что это группа А-студию, которую Халла Борисовна Пугачева представила, сказала, это будущие звезды, это находка, это профессиональные ребята, наши гости из Казахстана, группа А-студию. И вот Бадрахан пел песню «Джулия». Я сначала внимательно слушал, и когда увидел, что 25 тысяч людей в Олимпийском аплодируют казахам на сцене, меня просто распирало от гордости и радости, что, слушайте, оказывается, вот есть еще кто-то, кроме меня, здесь, рядышком, в Москве. И приезжав так 10 дней на рождественские встречи, я в последний день купил пластинку и нашел смелость подойти к ребятам. Хотя, понимаете, для молодого парня увидеть звезд, которых каждый день показывают на лучшей площадке страны. А что двигало вами? Вы уже тогда поняли, да, что это то, что вам нужно? Нет, какой бы, у меня было бы только одно желание, хотя бы с ними немножко быть ближе. Конечно, хотя бы, я не знаю, взять автограф, пожать руку. Ну, вот если вы сейчас увидели бы, я не знаю, там, Дженнифер Лопес или, может быть, Стинга или еще кого-нибудь, какое у вас возникло бы желание, тем более, если вам нравится эта музыка? Наверное, просто поздороваться, поговорить пять минут, пожать руку и чем-то поделиться. Ну, а после я знаю, что вы уже начали работать с этой группой, со студию. Ну, уже спустя годы, когда мы уже близко общались, дружили, потому что там, далеко от своего родного дома, встречая своих соотечественников, пускай я не жил никогда в Казахстане, но было что-то родное и теплое. Что он ближало, да? Конечно, и мы собирались дома, готовили плов, там, Батархан, Баглан, Садвакасов, Бегалисер Кебаев, Володя Миклошич. Денег у нас тогда особо не было, и мы ходили там каждые выходные друг к другу в гости, мы называли это плов-пати. Каждый готовил плов, мы слушали музыку, их какую-то музыку там ребята придумали, записывали прям тут же на месте, где-то просто на диктофон, где-то приезжали в студию. Поэтому у нас была такая жизнь, мы друг друга поддерживали, потому что у нас не было там родственников, у нас не было там родителей. И мы были единственные в этом огромном мегаполисе, кто понимал и говорил на одном языке. Языке, понятном тебе, но я имею в виду не казахском языке, а языке, понятном тебе, твоему сердцу, твоей душе. Вы казах, да, никогда не живший в Казахстане, но при этом всегда искавший именно казахов в Москве. Я знаю, что вы очень долго искали себе жену, именно казашку. Ну, наверное, долго искал не я, а моя мама. Потому что я с детства был воспитан так, что мне бабушка всегда говорила, вот ты из такого-то рода, ты из рода Туре, ты должен это запомнить, сынок. Значит, у тебя есть там семь дедушек, которых ты должен знать обязательно по именам. И тогда я не придавал этому значения. И потом, когда я уже сформировался как личность в Москве, и я практически не бывал в Казахстане, то понятно, где я мог найти казашку. Хотя вопрос о свадьбе уже вставал, но у меня были романы. Естественно. И все эти романы были с девушками, которые не имели вообще никакого отношения к Казахстану. И для мамы, это, конечно, и для моей семьи это была большая трагедия, потому что они меня видели... Только с казашкой. Ну, естественно. И приезжая всегда домой, у меня были такие, знаете, смотрины, потому что все родственники, соседи и окружение, у которых были незамужние девушки, всегда... Готовились к вашему приезду. Естественно, да. Потому что я был молодой, я был неженатый, и все понимали, что мне нужно жениться. Но почему-то вот я не шел на контакт, я вообще считал, что это средневековье. И говорил, мам, ну как так можно? Ведь ты же хочешь, чтобы я был счастливым? Она говорит, да. Я говорю, ну можно я сам решу для себя, вот где и с кем я буду жить? То есть, пройдя этапы в своей жизни, там с одной девушкой какое-то время, с другой, я понимал, что я не находил чего-то настоящего. То, что вот хотела моя душа, и был все время какой-то дискомфорт. Да, сначала ощущение радости, может быть, влюбленности, какой-то страсти. А потом это так быстро угасало, что чувствовал себя после всех этих отношений немножко опустошенным. И когда мне в один из дней, я был за границей, позвонила моя мама и сказала, сынок, тебе уже скоро 33, ты до сих пор не женат. Самое страшное для меня – это умереть и оставить тебя одного. А мне уже под 70, поэтому я тебя прошу. Вот давай все-таки я сделаю то, что я тебе много раз об этом говорил. Ну, естественно, я опять со своей стороны возмущался, и здесь возникла история с Нарбековым. Об этом я рассказал в своей книге, когда я рассказал историю свою, а он был как раз в это время вместе, мы были за границей. Он говорит, что случилось? Я рассказал эту историю, что звонила мама, она переживает, она плачет. Я по этому поводу очень сильно, конечно, переживаю. Он сказал, все, я возьмусь за себя. Одним словом, мне нашли девушку, позвонили, сказали, прилетай. Значит, она, правда, из Ташкента. Откуда она прилетела? Нет, она жила в Ташкенте. Ташкенте. Что она, правда, в Ташкенте живет, а не в Казахстане, но в Казахстане... Но она казашка. Да. Казашка из Ташкента. Да, но так как у меня в Казахстане-то нет практически никого, кто мог бы найти мне здесь. Я прилетел в Ташкент. Ну, надо же, вы тоже были заинтересованы, значит. Ну, здесь, наверное, заинтересованы. Конечно, мне хотелось создать свою семейную жизнь. Я доверял и маме своей, и Нарбекову, когда они сказали, приезжай, посмотри. Тебя никто ни к чему не обязывает. Ты просто приедь и посмотри то, что тебе мы со своей стороны рекомендуем. Только ты сам выбираешь, нужно тебе это или нет. И прилетев в Ташкент, знаете, как в кино. И причем в кино каком-то историческом. Я приезжаю, это двор большой, перепелки там чирикуют, виноградники растут. Я после самолета ночного перелета, и люди ходят там, и проходит девушка. Мне казалось, что она с кувшином идет. Это сейчас я была не с кувшином. У меня в руках просто был то ли чайник электрический, то ли еще что-то. А у меня, знаете, в образе почему-то, что она идет с кувшином. Ну, прошла девушка мимо, и мне говорят, вот это, про которую мы тебе рассказываем. Я говорю, ну, может, мне с ней поговорить? Ты что, с ума сошел? Это что за это? Мы же ничего еще не сказали. Просто посмотри. Я говорю, ну, вроде ничего. Хотя что-то вот вроде так вот она прошла. Подчувствовали? Да. Вот было какое-то такое ощущение, и потом я думаю, ну, ладно, сейчас, чтобы их не расстраивать, я скажу окей, пойду в гостиницу, завтра улечу обратно в Москву и заживу опять своей жизнью. Но мама не ошиблась, да? Да. В результате у нас была свадьба, мы поженились с ней. А чувства были? Ну, как могут быть чувства человеку, которого ты не знаешь? То есть вы женились? Я ее увидела один раз, второй раз она прилетела в Москву, мы покупали ей свадебное платье, и третий раз я ее увидел уже на свадьбе. Помню очень хорошо вот эти вот первые дни нашей семейной жизни. Мы приезжаем, значит, я утром просыпаюсь, захожу на кухню, а на завтрак у меня, значит, блинчики, каша гречневая, каша овсяная, яичница, булочки, там, бурсаки, еще что-то. Я говорю, это что такое? Она говорит, я просто не знаю, что вы едите на завтрак. Я, говорит, вам приготовила все. Вот. И первый год семейной жизни, конечно, он был настолько тяжелый и для нее, и для меня, потому что два незнакомых человека. Знакомятся, знаете, в период совместной жизни. Ну вот. Но сейчас, слава богу, мы живем 10 лет, я очень люблю свою супругу, у нас трое сыновей, старшему 7, среднему 5, маленькому годик, недавно он родился у нас. И теперь я точно знаю, что наши предки, когда жили именно по этим обычаям, находили родители своим детям, жениха или невесту, это очень правильно. Вы последние 28 лет живете в Москве, и как вам удается не забыть свой родной казахский язык? Очень редко, к сожалению, мне приходится говорить на казахском языке в своем окружении. Только тогда, когда я бываю в Казахстане. Да, это понятно. Ну и в Казахстане, бывая в Алма-Ате или здесь в Астане, очень мало молодежи говорят по-казахски. Для меня, конечно, это очень странно. И когда я стараюсь на этом делать акцент, люди не совсем правильно воспринимают мои порывы и желания. Ну, может быть, потому что они живут здесь, в этой среде и слышат регулярно или с экранов телевизора, или в своем каком-то общении. У меня это, к сожалению, бывает очень редко. И когда я сажусь, вот как вчера, в самолет на Аэростана и слышу на казахском, говорят, стюардессы, у меня прям будто масло по сердцу, что-то такое родное и теплое. А ваши дети говорят на казахском? К сожалению, нет. Учите? Обучаете? Конечно, мы учим, стараемся с женой им говорить. В основном мы с женой разговариваем по-казахски, когда нужно что-то скрыть от детей. Да. Они точно что-то от нас скрывают. Ну вот мы хотим привести... У меня дети никогда не были в Казахстане. И у меня старший говорит, папа, ну мы же казахи, ну почему мы не говорим по-казахски? Поэтому я очень рассчитываю на то, что мы, конечно же, научим. Это нас радует. Арман, я хотела бы, знаете, вернуться уже к вашей работе. Мы много узнали очень интересного. Но вот я хотела бы поговорить о премии. Вы являетесь директором, генеральным директором ежегодной премии Муз-ТВ. Это очень популярная премия в России. И, к сожалению, Муз-ТВ сейчас не показывает у нас в Казахстане. Это временно. Это временно, да? Мы не знаем причины. Но все это время все казахстанцы всегда смотрят. Мы всегда смотрим, да. И в этом году с премием Муз-ТВ, она, конечно, окутана какими-то скандалами. Во-первых, почему Ксения Собчак была отстранена от роли ведущей? Она ведь столько лет так интересно проводила эту премию. Ну, в этом году у нас была юбилейная премия, десятая. И, на самом деле, юбилей удался. Как говорят, все хорошо в шоу-бизнесе, в медиа-бизнесе. Все, кроме некролога. Поэтому все скандалы, которые были на протяжении нескольких месяцев, это, конечно, не нами придуманное. Мы этого не хотели. Но так получилось. И это говорит о том, что интерес к премии высокий. Что премия нужна. Что она актуальна. И если бы нас жалели бы, то, наверное, мы давно закрылись бы. Но если нас ругают или хвалят, спорят, выясняют отношения, это говорит о том, что мы за эти годы очень многое сделали. И не зря ведь на Западе нас называют Russian Grammy. Потому что у нас на премии за десятилетнюю историю было очень много звезд первой величины, мировой величины. Это и Дженнифер Лопес, и Кэти Перри, и Пусика Долс, и Кристина Агилера. Можно этот список перечислять и перечислять. И эту традицию приглашать мировых звезд первой величины мы продолжим. То, что касается Ксении Собчак, и в России, и, наверное, здесь, я историю комментировать не буду. Просто скажу о том, что Ксения очень талантливая девушка, которая с каналом УСТВ сотрудничает уже многие годы. И я думаю, что мы наше сотрудничество продолжим. То, что касалось премии УСТВ, мы приняли решение, что мы не будем привлекать Ксению Анатольевну, как ее сейчас уже называют, к нашему юбилею. По причинам, наверное, всем известных, не только в Казахстане, но и в России. У нас был праздник. Поэтому я думаю, что... Ну, если вы видели, наблюдали за тем, как у нас происходили и разворачивались дальше события, мы снимали пост-премии, где Ксения Собчак была у нас в гостях. И у нас с ней очень хорошие деловые и дружеские отношения. Поэтому я думаю, что мы сотрудничество продолжим. Но я в последнем интервью поняла, что она обижена на вас. Потому что якобы вам никто и не говорил, и не давал указания отстранять ее от премии по политическим соображениям. Но, тем не менее, вы, так скажем, подстраховались. Вы знаете, я не хочу эту ситуацию сейчас, тем более, когда это уже все прошло, и все эти страсти в России уже утихли. И опять возвращаться к этому. Это решение канала. Я не хочу его комментировать, потому что, с моей стороны, это было бы неправильно. Могу только сказать одно, что премия прошла, что у нас был Максим Галкин впервые за 10-летнюю историю. Он вел премию Муз-ТВ, и я думаю, что он не просто справился с этой задачей, а сделал это на все 5 баллов. Были, конечно, моменты, когда он многих артистов не знал, и это было видно в эфире. Заметно, да. Да, заметно, когда там вот эти ситуации. К нам приехала певица Текила. Выходит молодой человек, он говорит, ой, певец. Или, например, он девушка. У нас там Ирина Ортман, сам отвергающаяся от камеры. Пока камеры нет, спрашивают, вы Ирина? Потому что, конечно, он немножко далек именно от молодых исполнителей. Несмотря на свой молодой возраст. Ну, все-таки он, может быть, не совсем вот в этой музыкальной индустрии, но то, что он такая вот, как я ему во время церемонии говорил, слушай, ты просто рабочая лошадка. Он говорит, так я тебе и говорю, на мне пахать нужно. Веселый, энергичный, профессиональный. И, конечно, его появление на премии в этом году премию украсило. Но, тем не менее, очень много обиженных. Я очень активно в Твиттере и читаю многих российских наших звезд. И я помню, что многие, допустим, Сергей Лазарев лично на вас обиделся, что вы не вручили ему тарелку и даже не приехал на премию в Алма-Ату. Это правда. Это правда, да? Но, наверное, в любой церемонии, я вспоминаю ситуацию, которая была даже, кажется, в прошлом году на Грэмми, когда лучшего исполнителя получила Мадонна, а не сэр Элтон Джон. И он тоже там очень много гнал на Мадонну по поводу того, как это так, ведь достоин именно он, а не Мадонна, и что она сделала. Это практика, наверное, всех больших церемоний, которые происходят по всему миру, не только в России. Но там это все-таки в рамках приличия все это выглядит. Если твой оппонент или, скажем так, коллега по номинации получает премию, то рядом коллеги радуются. Они поздравляют. Например, делают это на камеру. Да. У нас же что происходит? Это все-таки, я считаю, что это культура. Культура непосредственно этих артистов, которые себя так ведут. Я всегда привожу в пример группа студию или, например, Ани Лорак, которая пять лет в номинации не получила ни разу, все время улыбается. И ведет себя спокойно, да? И ведет себя просто... Достойно. Да, именно достойно. Вера Брежнева, там, Ёлка много лет не получала. Поэтому я могу перечислять и перечислять этот список. А ваше отношение вот к таким, да, людям, которые начинают писать, комментировать что-то, говорить плохие вещи? Это же все временно. Ну вот завтра вы будете с ним общаться? Знаете, мне это, конечно, как человеку неприятно. Как восточному человеку неприятно вдвойне. Но я понимаю, что это этап. Ну, возмутился Лазарев. Ему не понравилась ситуация. Конечно, он обижен. Но, на мой взгляд, он поступил неправильно по отношению к каналу, не приехав сюда. То, что он пишет там в Твиттере по отношению к каналу, да, ха-ха-ха, да, у канала мало музыки, да, и всякую-всякую чушь по отношению к каналу, ну, это неправильно. Ну, я, это просто капризы наших звезд, на которые или ты обращаешь внимание, и об этом думаешь, я об этом не думаю. Вот личные какие-то конфликты, да, вот ваша личная неприязнь, да, к какому-то артисту может повлиять на вашу работу? То есть, если вам артист не нравится в жизни, вы знаете, что он непорядочный человек, вы будете его приглашать на премию, лоббировать его интересы? Или же все-таки вы не смешиваете? Я таким образом поставил свою работу за те годы, которые я работаю и в медиабизнес, и непосредственно на канале Муз-ТВ, я не лоббирую никого. И у меня нет, наверное, артистов, которым я не испытываю неприязнь. Я выстраиваю ровные деловые отношения со всеми коллегами. Я работаю на музыкальном телевидении, я понимаю, насколько это важно и нужно нам, насколько им важно, им. Но есть, конечно, коллеги, артисты, друзья, с кем мы вместе отмечаем праздники, ходим друг к другу домой в гости. Есть просто коллеги, с которыми мы пересекаемся по работе, поэтому для меня не возникает именно ситуации, когда я думаю, вот он мне неприятен. Вот сейчас после премии очень много, не очень много, некоторые деятели шоу-бизнеса не очень лицеприятно отзываются о премии. Но я понимаю, что пройдет еще месяц, и они придут ко мне, принесут новое видео, скажут, ну прости. Вот у нас возникла ситуация, например, сейчас с Йосифом Пригожиным, когда он там в Твиттере высказывался не очень хорошо по отношению премии, но тут же он мне звонит и говорит, Арман, ну что ты обращаешь на это внимание? Ну немножко там вот пошумели. Ты же знаешь наши взаимоотношения. Я говорю, Йосиф, ну так нельзя. Мы пошумели, ты пошумел это публично, а говоришь это мне по телефону. Ну тогда скажи об этом публично, что ты просто пошумел, что ты думаешь так, но у тебя есть отношение к каналу уважения и к премии. Ну вроде вот мы нашли там какой-то компромисс. Поэтому это же такой бизнес, когда не все, но отдельные персонажи говорят одно, делают другое, думают третье. Арман, вот касательно отдельного персонажа, я сейчас вспомнила одно из ваших интервью, это было вот в конце прошлого года, в Касправде я читала, вы говорили, что сейчас вы занимаетесь поиском казахстанского счастливчика, которого готовы раскрутить в Москве. Было ли у вас такое намерение? Наверное, по-другому. Я сказал о том, что я буду очень... Ну написано было так. Я буду очень рад, если представители Казахстана, казахстанцы появятся в России, на российском рынке, рынке шоу-бизнеса. Почему? Потому что вот сегодня есть только одна группа, группа-студию. Это гордость не только Казахстана, но и гордость России, и моя личная гордость, потому что это мои друзья. И приезжая сюда в Казахстан, недавно я был в прошлом году на конкурсах молодых исполнителей, там на разных каналах их было несколько. Я понимаю, насколько в Казахстане много талантливых исполнителей, певиц, групп, молодых ребят, но их там не видно, их там никто не знает. Но они выезжают, Арман, они выезжают в Москву, они пытаются. Тот же самый дуэтель, который был очень популярен у нас в Казахстане, но когда они приехали в Москву, они потерялись. Знаете, я бы не стал бы все-таки это сводить к национальности, что это казахстанцы. У нас в России очень много грузин, которым вдвойне, особенно в последнее время, там все время проблемы с Грузией и так далее. Но у нас есть и Лепс, у нас есть и Валера Меладзе, у нас есть и Диана Гурцкая, и Сусо Павляшвили, и Тамара Гверцетели. И еще можно перечислять, это и Теона, там, Бригвадзе и так далее. Это можно перечислять. Вопрос не в национальности. И вот почему-то очень просто сказать, ну вот нам там трудно. Вот мы приехали туда, нас не поняли, мы развернулись и ушли. Вопрос не в этом. Но шансы есть у каждого. Естественно. Вопрос и в желании тех исполнителей, которые хотят чего-то добиться, которые приезжают, это должны быть авантюристы. Вот ко мне приезжали за последнее время несколько исполнителей из Казахстана. Приблизительно это выглядело так. Арман, можно с вами встретиться? Окей, давайте встретимся. Значит, приезжает молодая девушка. Вот я певица, я живу и работаю в Казахстане. Я говорю, я, к сожалению, вас не знаю, но готов послушать ваши песни и так далее. Вот мои песни, вы знаете, я хотела бы, чтобы вот что. Ну вот вы меня раскрутите. Я говорю, каким образом вы предлагаете? Она говорит, ну запишите мне песни, снимите мне видео. Вложите в меня деньги. Тем более у вас есть такие возможности. Я говорю, и что дальше? Ну а дальше я вам эти деньги отобью когда-нибудь в течение пяти или десяти ближайших лет. Я говорю, вы знаете, наверное, нужно вопрос ставить немножко по-другому. Вот вы пришли с желанием, что я вложу вас деньги, раскручу, и я вам когда-то верну. Вы знаете, мне есть куда вложить деньги. У меня есть мои дети, в которых я вкладываю деньги, которых я расчу и желаю им будущего. Здесь, наверное, вопрос нужно ставить по-другому. Давайте, может быть, совместно что-то придумаем. Давайте, может быть, вы сначала послушайте мой материал, и если он вам понравится, если он вас зацепит, и вы найдете что-то такое, что на ваш взгляд будет интересно российским зрителям, я готов обсуждать. Здесь должен быть разговор, мне кажется, на таких равных интересах, что да, у меня есть возможность помочь. Я готов это сделать. И я думаю, что в ближайшее время, в ближайший год вы увидите проект, который сейчас мы делаем в России. Я не буду рассказывать с кем, но это... Это наши казахстанцы, да? Казахстанцы, они молодые исполнители, и я думаю, что... Это группа? Все узнаете. Второй год проводите в Алма-Ате премию Муз-ТВ, да? То есть это, в принципе, аналог премии Муз-ТВ, которая проходит в Олимпийском. Вы привозите этот же самый концерт к нам в Алма-Ату. Это не аналог. В Москве мы проводим церемонию. Церемонию. У вас здесь концерт лауреатов и победителей. Вы знаете, что на вас обижаются наши артисты казахстанские? За что? В Твиттере, публично, то есть во многих интервью это читается. Наши звезды, наши артисты, они обижаются. Они говорят, зачем Армандо Влитяров привозит к нам этих российских звезд? Почему наша страна платит бешеные деньги, да? Почему Лера Кудрявцева ведет эту церемонию? Почему ей? Почему не используют нас? Даже последняя, по-моему, церемония, которая проходила на... Трамплине. На трамплине, да? В Твиттере выкладывали, группа Ринга выкладывала фотографии, что им даже не досталось гримерки. Что отношение все-таки к российским звездам, оно такое на уровне, а с казахстанскими не считается. Ну, наверное, этот вопрос все-таки не ко мне, а вопрос к организатору на местах. Дело в том, что я практически не знаю казахстанских исполнителей. Вот я знаю там Роза Рымбаеву, я знаю Бадрахана Шукенова, я знаю Алмаза Кишкенбаева, Жулдус. Ну, наверное, практически и все. А, дуэт Эль. Поэтому, когда мы ведем переговоры о проведении этого мероприятия здесь, конечно, мы не против. И вот в этом году было пожелание со стороны организаторов, что давайте в программу мы включим казахстанские исполнители. Мы не были против, пожалуйста. Если вы считаете нужным, я это прекрасно понимаю. То есть, получается, вы этим не занимаетесь? Нет, это к нам не имеет никакого отношения. Это, наверное, вопрос к Алмата-концерт, который занимается организацией концертов именно здесь, в Казахстане, в Алмате. Получается, они же так и относятся. То есть, гости приехали, гостей встретили, а тех же самых наших артистов, их получается... Ну, как в этой ситуации? Вот вы мне задаете этот вопрос. Мне что сделать? Мне нужно было выяснить, дали ли казахстанским исполнителям гримерку. И кто... Я могу спросить... Я спрашивал, кто у нас поет? Мне перечислить список. Пожалуйста. Вы хотите, чтобы они были в эфире? Пожалуйста. Если мне скажут, что давайте мы попробуем ведущего казахского, я готов рассмотреть варианты. Но мы снимаем это для российского эфира. И все-таки для того, чтобы у нас были цифры, нам нужны раскрученные и узнаваемые ведущие для нашего эфира. Для казахстанского эфира вы можете там ставить своих ведущих. Поэтому я никогда не был против. И более того, я приветствую. А по поводу этих разговоров, мне, конечно, неожиданная новость, о которой вы говорите. Мне казалось, что именно проводя эти концерты здесь, мы лишний раз подчеркивали, что в Казахстане люди идут в ногу со временем. Видят лучшее то, что есть в России на сегодняшний день. И не только в России, а на постсоветском пространстве лучших исполнителей, лучшие песни, лучшие номера. И на постсоветском пространстве единственная страна Казахстан, куда национальная музыкальная премия выезжает. По этому поводу в России я очень много слышу в свой адрес не очень, может быть, хороших высказываний. Но вот он опять к себе там повез. А почему не в Киев? А почему не во Владивосток? А почему, например, не в Баку или в Латвию или еще куда-то? Интересно, получается, в Москве на вас обижаются, что вы везете ваших артистов к нам в Казахстан. Здесь обижаются на ваши же коллеги, что вы привозите. Мне кажется, что те исполнители, которые возмущаются, поступают, может быть, на мой взгляд, не очень правильно. Вместо того, чтобы порадоваться, что казахстанский зритель, их зритель, увидит своими глазами то, что сейчас модно. А им бы все-таки, наверное, не мешало бы прийти на эти концерты и посмотреть на своих коллег, как нужно работать. Потому что я не говорю о том, что все исполнители в Казахстане недостойны, может быть, выхода на сцену. Но я просто вижу разницу между их номерами, между аранжировками. В чем заключается разница? Можете поподробнее? Конечно. Начиная от внешнего вида, от того, как они одеваются, заканчивая музыкальным материалом, который они дают. Одеваются как? В смысле плохой вкус или дешево? Я не скажу, что дешево. То, что, по крайней мере, я видел, это, конечно, в большем случае вызывает улыбку. Потому что все-таки есть какие-то новые мировые тенденции. Мне кажется, исполнитель, который выходит на сцену, он должен дарить свое творчество, но он не должен забывать о том, что он артист. Он должен вести и, наверное, направлять аудиторию, которая приходит на его концерты. От своего внешнего вида. Одеваться со вкусом. Модно. То есть уметь подать себя, да, прежде всего? Конечно. Я вот смотрел концерты, был в Ламате. Как-то все серенько, понимаете? Или слишком пестро, или серенько. Музыкальный материал, аранжировки слабенькие. Песни, которые пишутся, на мой взгляд, оставляют желать лучшего. Я сейчас говорю о песнях на русском языке, потому что на казахском языке мне сложно все-таки анализировать. И это говорит о том, что все-таки нет в Казахстане достаточно специалистов, которые могли бы вот это все правильно выводить на нужный уровень. Хотя, вот, бывая в Астане и в Ламате, я знаю, есть много молодых талантливых ребят, которые приезжают в Москву, работают на студиях в Москве. Но нет, на мой взгляд, какой-то правильной поддержки государства или бизнес-структуры, которые могли бы вот за это взяться. Я бы здесь хотела еще отметить, что вы говорите, поддержки нет, да? Но в то же время я бы хотела сказать, что и многие артисты наши не платят налогов. А как у вас? У вас платят ваши звезды налоги? Мне кажется, это тоже проблематично в России. Ну, это, наверное, я не могу сказать за всех звезд, но, по крайней мере, наверное, тот топ, который сегодня есть, те артисты, которые занимаются... Они работают честно, да? Конечно. А по-другому никак. А сколько стоит, интересно узнать, месячная ротация на вашем канале клипа? Мы не берем деньги. Телеканал «Муз-ТВ» уже несколько лет не берет деньги. Мы прозрачная европизированная компания, у нас все открыто. А на чем вы зарабатываете? Вот наши музыкальные телеканалы, они зарабатывают на ротации клипов. Нет, да вы что, это не те деньги, которые каналы могут зарабатывать. У нас музыкальные каналы, которые смотрят около 100 миллионов телезрителей, не только в России, но в шести странах постсоветского пространства. Поэтому мы национально-федеральный канал, и основные деньги, конечно, это реклама. Ну это огромная поддержка, да, Динар, представляешь? Для звезды бесплатно крутить свои клипы, песни. Потому что у нас это не так. Арман, я бы хотела узнать, с кому вы приезжаете в Казахстан? Я знаю, что у вас очень много высокопоставленных друзей в Казахстане. Дело в том, что я совершенно не так часто здесь бываю. В Казахстане я бываю раз или два в год. Вот раз в Алма-Ате, когда у нас история была с премиум СТВ, в Астану на День города или День независимости, в зависимости от того, когда есть время и когда есть мероприятия, те, куда меня приглашают. Хотел бы приезжать, наверное, чаще сюда. Все-таки, вот еще раз, когда я говорю именно о том, что приезжая сюда, я испытываю какие-то особенные чувства и эмоции. Потому что мне много приходится ездить по СНГ, по миру. Но только здесь я чувствую, как будто я в своей тарелке. И я могу спокойно выйти на улицу и раствориться в этой толпе. Понимаете, когда я иду... Мне кажется, именно этого вам сейчас не хватает, да, в повседневной жизни? Да, потому что в Москве ты выходишь, ты заметен. Я хочу проехать по Астане, потому что я сегодня, общая, разговаривая с своим помощником, он у меня спрашивает, где здесь в Астане ты был? Вообще, что ты видел? Там музей? А я так понимаю, что я нигде-то не был. Вот я приезжаю на один день, мероприятия, интервью. Встречи деловые и улетаешь. И я практически нигде здесь не был. А друзья? С друзьями встречаетесь? Ну, если только это, можно сказать, какие-то деловые обеды или дружеские обеды, которые проходят буквально час-полтора, и в основном все общения это только скайп, телефон. Арман, странно. А почему вы туда не приезжаете чаще? Потому что у нас, вот вы казах, да? Да. Вы один из главных персонажей, да, вот в российском шоу-бизнесе. Вы тоже могли, как и Игорь Крутой, который практически каждое лето живет по месяцам, мне кажется, у нас в Астане. А когда мы отмечаем День города, да, Дни Астаны сейчас называют еще Дни Днями Игоря Крутого. Потому что, а что ни концерт, Игорь Крутой. Почему вы, казах, не приезжаете к нам и не делаете День города в Астане? Ну, наверное, это вопрос не ко мне, а вопрос к тем, кто занимается этим на местах. Я открыт к предложениям. Более того, есть часть мероприятий, которые делаются в Алма-Ате, и церемония закрытия азиатских игр, где я был генеральным продюсером, и моя московская команда приезжала, и мы делали там. А Игорь Крутой делал в Астане. Значит, те мероприятия, которые связаны с МУЗ-ТВ ежегодно, то, что мы делаем в Алма-Ате. И, наверное, так получилось, что Игорь Крутой занимается всей историей в Астане, Арман Давлетяров в Алма-Ате. Поэтому, если меня пригласят в Астану или в другие города, я с удовольствием, конечно, откликнусь, потому что для меня это интересно, для меня это близко, и все равно это родное мое. И, конечно, мне вдвойне приятно приезжать к себе сюда. Вот к себе я говорю, хотя мне часто говорят, ну какой вы наш, вы никогда не жили в Казахстане. Но это, наверное, не важно, где ты живешь, важно, что ты чувствуешь. И в моем сердце всегда хватит места для любви к двум странам, России и Казахстана, потому что я казах, в моих жилах течет кровь казахская. И в моей семье мы чтим традиции казахов, и детей я воспитываю в казахской традиции. А супруга бешпармак готовит? Еще как. И любимые блюда у детей, когда спрашивали там, они какое-то время жили в Америке, и когда у них спрашивали там преподавателя, какое ваше любимое блюдо? И у меня старший сын говорил, бешпармак. И они потом звонили нам и выясняли, что это такое. В Казахстан, мне кажется, сейчас стали чаще приезжать наши казахи, которые стали успешны вот именно за пределами нашей страны. У нас недавно в студии был Тимур Бекмамбетов, Алан Бурибаев. И сейчас очень многие опять-таки люди, то есть наши казахстанцы, обижаются, что вот поддерживаются в основном. То есть любой проект, который предлагает казах, но который живет за границей и приезжает к нам в Астану или в Алма-Ату, обязательно поддерживается. Для меня, например, как для казаха, живущего в России, очень странно, когда они всегда нас поддерживают. И возникает такая, знаете, ситуация, когда ты что-то делаешь, и у тебя получается, то все тут же говорят, он казах, он наш, молодец, мы тобой гордимся. Как только возникает обратная связь, и ты говоришь, слушайте, давайте мы что-то совместно сделаем. Давайте сделаем историю в России. Вот у меня есть Международный центр культурно-делового сотрудничества России и Казахстана, который был создан в свое время в Москве при поддержке посольства Казахстана в России. И у нас нет никакой поддержки со стороны бизнес-структуры, может быть, со стороны власти, потому что это, по большому счету, никому не интересно. И поэтому получается у нас игра, как я это, в одни ворота. Когда ты интересен и нужен, тебя тут же, вот, а это вот наш, а вот он молодец, вот у него там получилось, мы тобой гордимся. А когда ты говоришь о том, что давайте поддержите, давайте мы сделаем какую-то историю, единицы на это откликаются, а в основном это неинтересно. Поэтому я думаю, что повод обижаться, как вы сказали, местным, я не знаю, продюсерам, бизнесменам или деятелям медиабизнеса на нас, что у нас больше возможностей здесь. Я вам скажу, киношники обижаются на Егора Кончаловского, на Тимура Бекмамбетова, что их проекты поддерживаются. Наши казахстанские артисты, которые сейчас в шоу-бизнесе, они обижаются на вас и на других артистов российских, что вот они приезжают и зарабатывают, отбирают их хлеб. Легче всего сидеть, вот я часто об этом говорю, у экрана телевизора, писать в Твиттер и всех ругать. А станьте Егором Кончаловским, сделайте такую работу. Или Тимуром Бекмамбетовым. Потому что я считаю, что я нисколько не приумоляю достоинства тех ребят и тех артистов, может быть, продюсеров, которые живут здесь. Но все-таки, наверное, качество материала, которое может предложить Егор Кончаловский, за счет своего опыта работы, за счет своего имени, или, например, качество того, что делаем мы, привозя сюда продукт в Казахстан, он все-таки намного выше, чем мог бы предложить наш коллега, живущий здесь. И не только потому, что он хуже меня или хуже Егора Кончаловского, а потому что у него меньше возможностей, потому что у него меньше, может быть, опыта в проведении тех или иных мероприятий или съемков фильма. А мне кажется, вместо того, чтобы обижаться на нас, с нами нужно, мне кажется, дружить и, если не гордиться, то, по крайней мере, относиться к нам искренне и от души. Потому что мы не отбираем хлеб. Живя там, в России или за пределами Казахстана, мы казахи, может быть, никогда не жившие в Казахстане. На мой взгляд, мы выполняем какую-то особую миссию, миссию отношения к всему Казахстану посредством того, что люди общаются с нами. Потому что вот общаюсь я со звездами эстрады, общаюсь просто с москвичами или политиками. Кто я для них? Арман Давлетьяров. Казах. Да, он там руководит каналом УСТВ, у него есть международный... Но он казах. И от того, как я с ним общаюсь, какой образ жизни я веду в России, как я веду свою работу, от этого складывается не только отношение и уважение ко мне, но и ко всему Казахстану. И когда говорят, слушай, вот Егор Кончаловский или Тимур Битковов, вот казахи, молодцы, фильмы классные снимают. Вот там на музе сидит казах тоже один. Молодцы казахи. И когда я слышу про Казахстан, когда приезжают звезды сюда, и говорят, с каким удовольствием мы провели три дня в Казахстане. Нас встречали гостеприимные хозяева. К нам искренне относились. И это большой плюс в общую копилку, которую делаем мы с вами все вместе. Вы на своем месте здесь, мы там. Это образ, который создается, положительный образ нашей республики. Почему я говорю нашей республики? Я казах. Положительный образ казахстанцам, казахам. И, наверное, для меня лично, когда я слышу в Москве, что, слушайте, в Москве не найдешь казахов-гастарбайтеров, в Москве не найдешь казахов, работающих на стройке, и когда мне говорят, ваши казахи молодцы, меня распирает от гордости. И мне хотелось бы, чтобы именно такие слова слышал не только я по отношению к казахам, но и вы о нас. Потому что, помимо того, что мы бизнесмены, или кто-то артист, кто-то политик, мне кажется, мы все равно какой-то след в этой жизни должны оставить. не только зарабатывая, как животные, на пропитание и все тащить в свою семью, понимаете, а все-таки оставить какой-то след очень важный в этой жизни по отношению к своей семье. И не только. К своей родине. К своей исторической родине. Чтобы тебе, наверное, все-таки было иногда задуматься о том, что что-то ты делаешь правильно по отношению к тому, что для тебя важно. Что бы вы могли сейчас посоветовать молодому казаху или любому другому молодому человеку, который собирается так же, как и вы когда-то, 30 лет назад почти, да, покорить Москву? Прочитать мою книгу для начала «Историю московского Чингисхана», которая появилась буквально недавно, там, полгода назад в России, в Казахстане. Там я довольно подробно рассказываю о своих переживаниях, о своей истории. И, может быть, она кому-то будет близка и кому-то послужит, если не примером, то, по крайней мере, каким-то, может быть, направлением, чтобы задуматься о том, стоит ли что-то делать. Арман, мы желаем вам удачи. Покоряйте новые высоты. И мы всегда будем гордиться вами. И я думаю, что когда-то вы купите дом в Казахстане и будете сюда приезжать чаще. Я тоже знаю, это Россия. Переводите сюда своих детей. Спасибо большое. Это была программа «Статус-кво». Смотрите нас каждый четверг на телеканале «Астана». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова